привет друзья сегодняшнем видео я расскажу вам о том как же создается аниме студии гибли как это делали раньше больше 30 лет назад как это делают сейчас что остается неизменным что изменилось и почему вот но для начала прежде чем я начну вам рассказывать сам процесс создания аниме я хочу сказать вам несколько слов про саму студию гибли и и обосновал хайо миядзаки и и сао такахата в 1985 году хотя на самом деле как бы студия начала жить раньше потому что навсекаясь долина ветров вышла восемьдесят четвертом году и она уже числится как этот это аниме уже числится как аниме студии гибли вот мы как бы все знаем у нас у всех на слуху имя хайо миядзаки известный режиссер и сценарист наверное не все слышали имя исао такахата хотя это является он является еще одним из самых известных сценаристов режиссеров студии гибли он является автором такой работы как могила светлячков также еще вчера называется аниме и много-много других мы с вами хорошо знакомы с такими мультфильмами как мой сосед тотора принцесса мононоки и ходячий замок хаула да это работа хаяо миядзаки и его работы отличает то что он делает акцент на фэнтезийность сказочность и теплоту как бы истории персонажей а исао такахата он наоборот делал акценты на большую реалистичность на то чтобы показать жизнь как она есть может быть боль какой-то персонажей так далее вот и миядзаки и такахата они как бы больше 40 лет вместе рука об руку творили свои шедевры но они как бы были они были близкими друзьями но они не часто разговаривали друг с другом и воспринимали друг друга как таких очень хороших друзей-соперников и японцев есть такое слово понятия райберу от слова райвал от английского слова rival и она не несет в себе какой-то негативного окраса из серии там зависти еще что-то означает как раз вот такое здоровое соперничество когда когда каждый стремится стать лучше и выйти на новый уровень а другой его к этому стимулирует то есть он смотрит на то как как какие работы например создал токахата до миядзаки смотрели такой так что я должен выходить на следующий уровень я должен становиться еще лучше еще лучше и сао токахата со своей стороны тоже точно так же воспринимал работы хаяо миядзаки собственно на сегодняшнее время у студии вышло 23 полнометражных фильма два анима сериала и определенное количество короткометражных фильмов которые они не показывали широкой аудитории я показывали в музее гибли вот то качество анимации которые заявила студия когда выпустила навсекаю из долины ветров восемьдесят четвертом году это было что-то совершенно сногсшибательное невероятное и невозможное для большинства как бы людей потому что то время ориентировались на на телевизионные сериалы то есть у людей была неделя для того чтобы сделать одну серию потом неделю чтобы сделать еще одну серию опять недели и так далее то есть это бесконечная работа и качество там довольно сильно хромала то есть там была важна высокая производительность но особого внимания такой детальной проработки всего как это стало делать студия гибли там этому этому не уделялось внимание вот то есть в принципе и навсекая из долины ветров которая вышла восемьдесят четвертом году и мой сосед тотера который вышел восемьдесят восьмом они в общем то могут и сейчас посоревноваться по качеству с современными какими-то мультфильмами то есть они не выглядят абсолютно устаревшими они выглядят очень очень классно сделаны и неспроста потому что потому что у студии гибли у режиссеров сценаристов которые делают свою работу у них очень даже не назвать добросовестный подход они вкладывают туда все они вкладывают туда все свои силы все свое сердце и если вы знакомы с культурой японцев с японцами то вы знаете что для них работа это означает что это означает честь это означает что они вкладывают туда душу то есть это абсолютное стопроцентное качество насколько это возможно и вот анимационные мультфильмы студии гибли сделаны именно в таком качестве вот и так с чего же начинается работа надо аниме анимационным фильмом сначала сценарист и режиссер обычно это да тут у нас хайоми адзаки например берет и пишет точнее сначала не вырождается идея у него рождается идея он ее вынашивает и делает какие-то наброски зарисовки и потом пишет сценарий сценарий пишется не так как пишется сценарий к фильмам когда это такая толстенькая пачечка листиков в которой подробно подробно расписано все нет обычно это несколько страничек 4 которых расписано общее течение событий есть развитие сюжета вот и как бы большее количество деталей и понимание персонажей происходит уже в процессе непосредственной работы над созданием этого анимационного фильма потому что для того чтобы его создать рисуется раскадровка но я сейчас немножечко еще остановлюсь на первом этапе когда режиссер сценарист выносил идея написал сценарий он делает некоторое количество набросков где будут показаны основные локации разработанные основные персонажи и например в рыбка понио для самого начала работы на студию принес миядзаки 50 скетчей и это было но он принес 50 скетчей да и свой сценарий это было значит это было начало это была основа для того чтобы начинать работать над этим фильмом для того чтобы уже что-то утверждает собирать команду и так далее после того как написан сценарий сценарист начинает уже более детально его прорабатывать он начинает делать раскадровку и вот когда готова уже раскадровка первых там минут или первых нескольких сцен анимационного фильма уже может присоединяться команда для того чтобы делать другую работу что значит раскадровка как это выглядит раскадровка обычно похоже на мангу да на комиксы японские только с той разницей что она пишется рисуется в одинаковых квадратиках да то есть если манга она может рисоваться в квадратиках разных размеров в общем там своя специфика то здесь все одинаково есть одинаковые квадратики они расположены вот в столбик то есть обычно на листике где-то четыре или пять квадратиков вот и еще два столбика в одном столбике пишется диалоги а в другом столбике пишется какие-то комментарии относительно того что там происходит да то есть например там трава блестит или там солнце встает или там какие-то еще пометки для и художников которые дальше будут работать над над фильмом если что-то нужно уточнить на что-то обратить внимание то все эти пометки они там делаются когда готовы первые сцены раскадровки уже могут присоединиться художники которые будут отрисовывать фон фон фоны фоны и присоединяются художники которые работают над дизайном персонажей да то есть каждый персонаж должен быть отрисован должен быть проработан и вот команда уже начинает работать над этим что касается фонов то как это происходит сначала рисуется карандашный скетч когда этот карандашный скетч утверждается рисуется цветной скетч то есть он рисуется красками без особых детальных проработок но тем не менее он уже показывается если он утверждается еще раз то тогда отрисовывается в полный размер фон в таком виде в каком он должен быть что учитывается когда рисуется фон учитывается движение камеры да то есть будет это движение сверху вниз снизу вверх справа налево слева направо соответственно движению камеры расположение фона будет горизонтальным либо вертикальным либо квадратным да например вот учитывается то где будут находиться персонажи будут они там находиться либо не будут потому что если например на переднем фоне находятся персонажи на переднем плане дата в этом месте где находятся персонажи детальной проработки прорисовки фона не будет потому что все равно и и этот фон будут закрывать персонажи также учитывается какое настроение в мультике в самом в данной ситуации в этой в этом сюжетном повороте настроение самого фона она будет соответствующим вот также учитывается какое действие там происходит потому что если действия происходят активные и какой-то персонаж перемещается на большой скорости то есть он либо бежит либо там скачет на лошади то все это действие происходит на каком-то фоне и весь этот фон прорисовывается то есть мы даже не заметим не обратим внимание потому что он будет смазанным но студии гибли это все прорисовывается если надо чтобы персонаж бежал четыре секунды они просчитывают какой длины сколько метров ну буквально да то есть какой длины должен быть пейзаж потому что бывают реально на метр и больше то есть это вот такие вот длинные длинные прорисованные штуки для того чтобы показать что вот какой-то персонаж быстро там пробежал если нужно показать что на пизо в пейзаже или каком-то фоне происходят изменения для этого используется такая прозрачная пленочка которую наклеивают сверху и дорисовывают что-то то есть например если нужно показать что плывут облака облака не будут нарисованы сразу на вот этом вот базовом основном основном как бы фоне будет наклеена сверху прозрачная пленочка и на ней будет нарисовано облако потом она будет убрана будет наклеена еще одна пленочка с облаком и это облако переместилось и еще одна пленочка да и таким образом у нас облака проплывает либо нам нужно показать что например прорастает листва на каких-то ветках и деревьев да тогда рисуется сначала просто голые ветки потом кладется пленочка сверху на ней рисуется как только-только проклюнулись там почки до сверху кладется то есть этого не снимается сверху кладется еще одна пленочка и рисуется как эти почечки уже начали распускаться еще одна пленочка в общем то может быть вот так вот наложено друг на друга довольно много этих прозрачных пленочек для того чтобы показать вот эту динамику изменения раньше персонажей тоже рисовали на такой прозрачной пленки и тоже рисовали красками сейчас персонажи накладываются уже на фон на компьютере какими красками рисуют рисуют фон так как и рисовали раньше больше 30 лет назад так и сейчас рисуют красками который называется poster color они похожи на гуашь но они более дешевые и за счет этого у них меньшая устойчивость к свету дневному поэтому раньше все эти фоны которые рисовались вообще все все что рисовалось это просто был расходный материал это нигде не хранили это нарисовали сняли да или вот потом уже с компьютерами отсканировали и выкинули и только уже какое-то время вот ну более современные там 2000-х каких-то годов все-таки стали сохранять хранить эти работы делать там с ними выставки и прочее так ну с фонами мы вроде с вами разобрались что же происходит с персонажами другая часть команды получает на руки раскадровку для того чтобы прорисовать все вот эти вот изменения мельчайшие которые происходят в одну секунду да то есть мы же когда смотрим аниме в одну секунду происходит очень много движений в фильме стандарт такой что в одной секунде 24 кадра в аниме как бы такой неплохих неплохим стандартом считается 6 кадров в секунду это тоже зависит от того нас какой кадр как какая секунда до статичные динамичные что там происходит вот в студии кипре рисуют и 12 кадров в секунду и больше например есть одна сцена где мальчик нагинается под забором и пролезает проходит а длится 4 секунды вот в каждой секунде в этой сцене 12 кадров то есть для того чтобы нарисовать 4 секунды аниме этого до требуется 48 отрисованных от руки рисунков вот когда каждая секунда аниме продумано каждая секунда прорисована определенным количеством кадров да вот эти от руки нарисованные карандашные скетчи загружаются в компьютер сейчас уже и прогоняются то есть уже просматривается картинка уже видно что там происходит где чего-то не хватает где может быть что-то нужно добавить то есть это такой первый черновой вариант когда уже можно посмотреть как происходит движение то что и было это что и остается неизменным в студии кипре это то что все вот эти кадры они отрисовываются карандашом от руки то есть это не рисуется на планшете если раскрашивают сейчас уже не от руки в компьютерах то все линии все равно рисуются на листах бумаги потом сканируются почему в этом принципиальность и это то чего придерживаются придерживается студии гибли миадзаки говорит что когда линия нарисована от руки нарисованы человеком у нее есть особая особая мягкость особая плавность и особая теплота и это действительно так потому что если рисовать на планшете программа все равно автоматически подправляет и делает линии более идеальными что ли и это считывается это воспринимается в общей вообще картинки это дает определенный вкус и чтобы не потерять вот это вот теплоту не потерять вот это вот какую-то человечность что ли по сих пор все мультфильмы аниме студии гибли рисуются от руки карандашом а ну собственно как все происходит вот этот вот процесс что сценарист пишет раскадровку постоянно пишет раскадровку да то есть он не нарезание не написал ее сразу с начала до конца он пишет ее постепенно когда появилась первая раскадровка на руках она передается на руки другим художникам которые рисуют фоны которые разрабатывают дизайн персонажей которые отрисовывают собственно кадры в каждой секунде и потом когда я уже появились отрисованные проверенные вот эти вот кадры черно-белые карандашные уже на них накладывается цвет то есть приступают к работе еще дизайнеры которые отвечают за цвет у них тоже своя специфика работы они как бы специалисты тоже в своем деле потому что им нужно учитывать как ведет себя цвет как он меняется да если например одежда намокла а если персонаж находится в воде стоит ли здесь затемнять цвета даже если это воде или не стоит если действие происходит в воде там рыбка пони например да у нее такой розовый довольно яркий цвет если сделать это более правдоподобно и сделать как будто бы она находится в воде будет ощущение что это несколько утяжеляет картинку и вот они пробуют смотрят и понимают как лучше поступить то есть где стоит придерживаться реальности где нет где все равно будет понятно что происходит но можно сделать менее реальным картинку но это не будет ощущаться что это не настоящее что-то во время всей этой работы режиссер и сценарист он не только пишет раскадров куда он еще и постоянно следит за всей работой то есть он проверяет фоны да часто художникам приходится перерисовывать все сначала до конца то есть допустим нарисовал уже финальный вариант а там языке подход говорят нет слишком темно перерисовывать давай сначала да вот человек нарисовал там простыню какой-нибудь большую вот к нему подошли сказали что типа нет давай заново слишком темно вот или тот же человек до который находится в ответе он проверяет вот это вот по покадровую отрисовку всех всех действий и миядзаки как бы сам подправляет исправляет и чаще чаще всего его работа заключается в том что он больше добавляет динамики наверное вы замечали что в мультфильмах студии гибли очень много движения волосы постоянно вот так вот двигаются да там одежда постоянно двигается и это тоже можно сказать фишка этой студии что миядзаки говорит что типа если это будет статично это будет не так интересно если вдруг сценарист упирается в какой-то тупик то есть например он не очень понимает как здесь себя и будет на самом деле вести персонажи как он что он чувствует да что у него происходит внутри он не понимает толком как дальше будет развиваться события то есть в мультфильме не происходит ничего случайного все микро детали которые мы видим все выражения лица все в общем все что происходит на экране оно продумано до мельчайших мельчайших деталей нет ничего случайного и если я сам сценарист не очень понимает а что происходит с персонажем что он чувствует что он думает то и вся команда тоже не понимает а что им изображать что им показывать что им рисовать и бывали такие моменты не раз когда сценарист находится в таком некотором тупике и работа останавливается то есть все ждут когда он созреет когда он выносит это когда он поймет и что же что же дальше при том что естественно есть определенный дедлайн да то есть время которому они должны успеть сделать потому что у них есть дата релиза они не могут ее откладывать у них есть конкретная дата которая не должны успеть поэтому обычно работа происходит очень в общем практически без выходных круглыми сутками до в течение года двух вот так происходит это вот также был такой случай например на студии когда вот в одиннадцатом году было землетрясение и по всей стране были плановые отключения электричества плановое включение электричества это значит очень большие задержки в работе и они как бы столкнулись с такой ситуации что они реально мы могли вообще никак не успеть вот и они все равно выбрали что нет это наш продукт мы как бы несем за это ответственность это наша битва и мы должны здесь пройти мы должны здесь как бы сделать то что мы делаем как бы эта честь это я не знаю как это передать вот это вот ощущение что что означает для японцев их работа немножечко статистики в рыбки понио было отрисовано 1139 фонов а вот в аниме еще вчера он ли yesterday там отрисовано 76 тысяч вот этих вот карандашных кадров то есть это 70 тысяч от руки нарисованных работ вот примерно за год может чуть больше собственно когда все готово да когда уже раскрашено все все собрано приходит очередь озвучки для того чтобы озвучивать японцев есть специальная профессия называется сэйю то есть это не просто актеры которые играют в кино это отдельная профессия на которую учатся в колледже окажется два года вот и это актеры которые именно озвучивают аниме да то есть там целая индустрия и они это делают очень хорошо и собственно это происходит на студии это одна часть другая часть это пишется оркестровая музыка да то есть для каждого мультфильма для каждого анимационного фильма пишется несколько оркестровых там тем да там как это называется например вот в рыбке понио там 39 вот этих произведений которые в общем-то собираются в наверное в одну какую-то симфонию вот и в студии гиблия самым таким известным и как бы лучшим считается композитором который написал ну не знаю больше не большую часть но очень много написал оркестровой музыки озвучивания да вот для аниме его зовут джо хисаи си так происходит создание аниме студии гиблии спасибо всем за просмотр пока